Вы смотрите программу Нить Накала. Гость студии, хирург, общественный деятель и очень интересный собеседник Эрнст Хашимович Акрамов. Вести беседу будут журналисты Апреля Юлия Кулешова, Дмитрий Ложников, Манаса Джигитов и Елена Нечаева. Давайте поговорим. Объясню, почему мы одним из первых вас позвали, собственно, потому что мы хотим, чтобы эта программа была максимально честной, откровенной, чтобы разговоры были по существу, а не увиливания от ответов. И вот вас мы знаем как человека, который всегда говорит правду, всегда отвечает честно, ничего не скрывает. Да, стараюсь. Которая отличается, не особо дипломатичностью отличается в обсуждении политиков, в том числе и в обсуждении всего. Откуда у вас такое умение говорить правду всем в глаза и почему нет вот этого барьера и страха сказать что-то не то, что кому-то что-то не понравится? Ну да. Ну, в общем-то, наверное, надо сказать просто. Жизнь, наверное, учит всех. Учит жизнь. Поэтому вот на протяжении многих десятилетий, после окончания института уже я работаю с 60-го года. Это сколько лет-то? 40 плюс 18, это 58. Больше полу века. Да, да, да. Вот. Поэтому на моем пути встречались всякие разные люди, ситуации были разные совершенно абсолютно. Поэтому как-то получилось таким образом, что, ну, я люблю справедливость, честность, вот, и без всякого предательства. Потому что я в жизни много видел нечестных людей, предательства было очень много. Ну, в общем-то, надо сказать, что негатива было очень много. Негатива. По всей вероятности, вот это заставило меня как-то говорить объективно ко всем ситуациям, которые у нас в обществе. Объективно. Но если мы все будем молчать, ну, к чему мы приведем-то? Ну, вот бывало, что вам прилетало за ваши какие-то откровенные высказывания? Ну, так было, вот, из-под тяжка. Вот, не прямо, конечно, из-под тяжка все это было, да. У меня был с вами такой эпизод, вы, наверное, уже не помните, много лет назад я приезжал записывать у вас новогоднее поздравление. Ну, просто с оператором приехали, просто снять новогоднее поздравление. Я попросил, чтобы вы, как бы, поздравили кыргызстанцев в операционной. Вы меня тогда предупредили и сказали, что давай лучше здесь, в кабинете. А я все-таки настоял и попросил в операционной. И знаете, что меня поразило? Когда мы зашли туда, вы надели халат, на нас надели халаты, и вы совершенно изменились как человек. То есть у вас появилась такая сталь в глазах. Я это очень ярко заметил. Ну, и вы стали употреблять там немножко нецензурные слова. Там настраиваешься, понимаете, как на серьезное дело, потому что я всегда сравниваю, допустим, вот нашу профессию, полостную хирургию, допустим, так, с другими медицинскими профессиями. Понимаете? Вот одно, не какое-то, может быть, движение, движение такое не очень-то аккуратное такое движение или что-то, или по незнанию, вот, может стоить жизнь человека. Ну, в терапии там немного другая ситуация. Там, допустим, ну, одну таблетку дал, ну, две дал, не две, а три дал, от этого же никто же не умрет, понимаете, какое-то дело. А в хирургии и бывают такие очень серьезные осложнения, очень серьезные, которые влекут за собой смерть. А много у вас умирало на операционном столе людей? У меня? Да. К великому счастью, за мои, ну, 60 лет работы в хирургии никто не умер на столе, на операционном. Ни одного человека? Ни одного. А врачебные ошибки были у вас? Врачебные ошибки? Были ошибки такие в диагностике, может быть, в диагностике, которые не влекли за собой какую-то трагическую судьбу, вот. Ну, вместо одного заболевания было другое заболевание, но все равно надо было делать, понимаете, все равно надо было делать. Но в итоге пациент исцелялся, да? А? Вы его вылечивали в итоге. Да, естественно, конечно, да. Вот в свое время вы выбрали медицину, вы были гимнастом, профессиональным гимнастом, да? И вот вы не пошли по пути спорта, а пошли по пути медицины. Сейчас, как вы думаете, вы правильный выбор сделали? Был 1954 год. Я заканчиваю школу, ну и как-то сидел я вот в парке Панфилова. И проходила мимо моя тетя, тетя моя, народная артистка, киргизская сэр Мария Махмутова, певица была такая. Ну, она говорит, ну что ты, куда решил-то после окончания школы вести-то? Я говорю, я хочу поступить в институт Лесгофта в Ленинграде, в физкультурный институт Лесгофта. Сколько я уже занимался спортом, там, все это дни увлечения. Она мне говорит, ну подумай, хорошо, говорит, это спорт для молодых. Вот, придут годы, и все, и на этом закончится. Ну, кем ты будешь? Тренеры будешь там, и все, больше никто. Я тебе, говорит, не рекомендую. Не рекомендую. И вы вот так сразу послушали? Я послушал, действительно, так сказать, а что и в 30 лет я же не буду выступать, гимнастом я не буду в 30 лет выступать. А кем я могу быть? И все. Хорошая тетя. Спасибо ей. То есть вы такой очень покладистый, логичный человек. А безрассудство были в вашей жизни? Бездумные какие-то поступки, безбашины? Каких не было, не было. У меня, я вам расскажу, значит, у меня была любовь одна. Я уже работал врачом, я влюбился в одну, будем говорить, женщину, женщину, ее звали Лариса. Вот. Она была врач-гинеколог, а я работал врачом-хирургом. Вот. Но была любовь такая, страстная, безумная любовь была. Вот. Но она была замужем, у нее был ребенок, девочка была там уже, все. Ну и что, значит, ну так, мы встречались, естественно, конечно. Была любовь, вот. Но в один прекрасный день, как я сейчас помню, это был воскресный день, вдруг дома звонок, звонок. Открывая я дверь, стоит женщина, стоит женщина. И начинает меня отчитывать, что вот я почему встречаюсь с ее дочкой, что я разрушаю семью, туда-сюда, там. Я говорю, ну, зайдите, чтобы соседи не слышали. Ну, вот, ну, порога стоит. Нет, значит, она там устроила такой шумбом. Ужас один. Куда деваться? Ну, я ничего не могу сказать, абсолютно. Вот она прям, прям, миллион слов в секунду так все это делала. Ну, и, значит, и ушла она, ушла. Потом я встретил, значит, эту девушку, женщину. И вот, и рассказал, что вот такая ситуация была. Приходила твоя мама и устроила мне вот такой, тарарам, значит, такое-то дело. Ну, она ничего мне не сказала, ничего совершенно абсолютно не сказала. Ну, и получился такой разлад. А, и на этом отношения закончились? И закончились отношения, да. А где сейчас, Лариса? Вы не вызываете? Работаю я в республиканской больнице. В республиканской больнице работаю я. А там есть отделение реанимации. Ну, я захожу туда смотреть своих больных в реанимации там, в республиканской больнице. Смотри, она там лежит. Она там лежит. Ой, я говорю, ты что здесь сидишь? Да вот у меня что-то с сердцем, туда-сюда, там. Ну, в таком плане все это дело. Ну, я ее успокоил. Говорю, да все будет нормально, там все это, и волнуйся, сюда-сюда. Ну, в общем, пора ходит день-два, и ее переводят в кардиологическое отделение. В кардиологию. У нее инфаркт или что такое, или тромбоэмболия, значит, и она умирает. Умирает. У меня лозунг в отделении, везде кругом написано, цена одной жизни равна вселенной. Я так думаю, что это правильно такое выражение. Почему? Потому что, вот, теряя близкого человека, вы не можете оценить, правда, да? Вот. Такая была у меня любовь, трагическая была. И больше сильных чувств у вас никто не вызывал? А? Больше сильных чувств таких у вас никто не вызывал? Таких вот. Ну, таких, как она, никто не вызывал. А женщины были? Ну, я живой человек. Много? Я вот видела ваши фотографии в молодости, в зрелом возрасте. Вы очень красивый, очень интересный мужчина. Наверняка много было. Но, как говорят, что я раньше был, говорят, молодой и красивый, сейчас только красивый. Вот, насколько я знаю, да, за все время, да, семью вы так и не создали, да? Ну, вы объясняли это тем, что все-таки все ваши силы, да, вы отдаете медицине, да? И, насколько я знаю, когда к вам приходят молодые люди на стажировку, на практику, вы их тоже предупреждаете о том, что все, ты пришел в медицину, ничем кроме медицины ты не будешь заниматься. А тем, что у вас нет семьи, да, это обусловлено тем, что именно только медицина, или все же это было предальство стороны какой-нибудь женщины? Вы понимаете, вот я всегда так отвечаю, как она есть на самом деле. Ну, закончил институт. После окончания института оклад-то был такой у нас 60 рублей. Ну, как говорится, вот 60 рублей. Можно было ли создать семью на 60 рублей? Естественно, это невозможно. Почему? Квартиры нет. Место жительства такое, значит, относительно такое место жительства. А как можно создать? Спрашивал я себя, можно ли за 60 рублей создать семью, допустим, так? Вы когда-нибудь все-таки жалели, что у вас нет жены, что у вас нет детей, нет наследников? Ну, что сделаешь? Я почему удивлен, Ир Сахашович? Это вот ваша молодость. Да, да. Вот. И такой красавец, Аполлон. И, наверное, за вами бегали целые толпы девушек, нет? Я так думаю, что это все так протекало быстро. Вот. И была у меня задача, цель была поставлена. Ну, вот то, что я выбрал, значит, свою профессию, как-то достичь какой-то уровень профессионализма. Вот. Была задача. Ну, вот закончил там институт, проработал 4 года, надо было поступать в аспирантуру. Ну, как-то, чтобы профессионализм был такой. Ну, пролетели 4-3 года в аспирантуру быстренько, ну, и я получил степень кандидата наук. Вот. Ну, и еще молодой человек, конечно. А должности-то нет. Эти все мы... Только тогда давали за ученую степень, кандидатскую степень, давали 10 рублей добавку к зарплате. Ну, получалось 70 рублей, значит. Ну, и 70 рублей опять высчитывали за бездетность, подоходную. И то же самое получалось 60 рублей. Понимаете, как вы это делали? Вот. А сейчас какая зарплата у вас? Сейчас у меня зарплата очень хорошая. Я вам скажу честно, сколько у меня зарплата сейчас? Если там все эти ученые степени, допустим, за стаж работы, вот, это все суммируется. Заведующие как отделением, все это суммируется, 20... 25 тысяч самов. 25 тысяч. Хорошая зарплата. Ну, как сказать? А врачи ваши сколько зарабатывают? А врачи получают у нас по 5 тысяч, по 6 тысяч самов. Мы же понимаем, что они живут не за счет зарплаты. Я вот своим врачам строго запретил. Вот, допустим, приходит больной на операцию, допустим, так, приходит, и говорит, сколько стоит эта операция. Я говорю, я сказал, что если я узнаю, если вы назначаете цену, завтра вы уже работать не будете. Вот, не будете. Другой разговор, когда после операции, когда больной выздоравливает, сам как-то благодарит, да? Ну, что греха таить? Ну, бывает, что приносит конверты, допустим, там, вот, или еще какие-то там, вот, подарки приносит. Ну, я считаю, это нормально. Это нормально. Что вам дарили пациенты? Ну, мне что дарили, да? Ну, из вещей мне дарили, так, одежду, верхнюю одежду. Автомобиль, например. Не предлагали? Да, вот мне подарил автомобиль мой товарищ, вот, который живет сейчас в Австрии на 70-летие. С братом они сошлись, вот, они как-то собрали и подарили мне автомобиль, Жигули подарили, вот. Вы на них ездите? Да, это было 12 лет тому назад. Вот, да, 12 лет назад они подарили мне Жигули, вот. Ну, а так что? Ну, часы могут подарить, вот, допустим, да. Ну, а куда их, сорить, что ли, часы-то? Алкоголь? Рубашку, допустим. Ну, алкоголь, это, это как традиционно. Бар большой у вас? Ну, есть. А вы им пользуетесь? Нет, я лично, я не пользуюсь, потому что у нас есть такие, бывают мероприятия, когда надо, вот, выставлять на стол, вот, то, что, вот, Дарья, да, 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 поэтому я еще не было случая, чтобы я ходил в магазин и купил алкоголь. Это правда, что у вас нет квартиры и вы живете в больнице? Да, у меня как-то квартира-то, у меня есть квартира, но там живет мой брат, вот, квартира занята, а я там как лишний, значит, и приходится мне жить в больнице. Давно? Ну, наверное, в течение уже 25 лет, наверное. То есть, прям приходится, и вам хотелось бы иметь свою жилплощадь, или все-таки это ваше осознанное желание жить в больнице. Ну, вот у меня жилплощадь больничная, там у меня есть палата, я там живу, я там, вот, пребываю круглыми сутками, и поэтому больные, которые поступают круглыми, я сам их контролирую, понимаете, кого надо брать на операцию, кого не надо брать, кого госпитализировать, кого не госпитализировать, поэтому нашим врачам очень удобно, понимаете, им не надо очень думать. Зачем думать, когда я там есть? А вы часто вообще выходите за пределы больницы? Выходите ли вы вообще-то за пределы больницы? Ну, вот когда приглашают на телевидении или куда-то еще приглашают, будешь и так, а так, а куда ходить-то? Сегодня вы прогулялись немножко. Да, да, поэтому куда ходить-то ходить-то не ходить. А хобби есть у вас какое-нибудь? Хобби, увлечение какое-нибудь? Хобби? Да. Да, есть у меня хобби. У меня есть гантели. Вот я гантелями так иногда балуюсь. Вам 82 года. Ну да. А сколько вы поднимаете? Какие гантели? Вес какой? Интересно. Вес по 16 килограмм. Две гантели, значит, 32 килограмма. Вот у меня такие гантели есть, да. Каждый день? Нет, иногда через день, иногда каждый день. По настроению. А сериалы вы смотрите? Вот медицинские есть знаменитые сериалы, такие вот Доктора Хауса, видели вы? Нет, вы знаете, что я всегда говорю, вот нам, медикам, смотреть такие медицинские фильмы нельзя. Почему-то, что там такие проколы делаются. Но обычный зритель, он не замечает все это дело. А мы-то замечаем это дело. И так, что мне даже смешно бывает, когда показывают это дело. Я говорю, неужели там нет таких консультантов, которые бы, они консультируют, что так нельзя или так не бывает все это делать. А почему вы все-таки пошли в политику? Ведь вы этим начали заниматься еще в советское время. Вы ведь не были партийным. До этого вышла большая статья в литературном Киргызстане. Врач, если я заболею. Я там описывал весь негатив, который существует в нашем обществе. Весь негатив. Естественно, это было как бомба в наше время, понимаете? За что меня судили два раза, что я вот так открыто сказал про наше общество, какой наше медицине и про наш быт вообще все абсолютно. И, с одной стороны, это появился у меня авторитет такой, будем говорить. Ну и вдруг появилось такое явление, как было избрание народных депутатов СССР. Ну и коллектив, который работал у КБИКИ, Институт космических исследований здесь у нас, они, значит, собранием меня выдвинули почему-то в депутаты. Меня выдвинули. Почему-то? И я вышел на первое место в городе, по городу на первое место я вышел. И я стал депутатом СССР. Но это недолго длилось, пока не развалился Советский Союз. Да, да. А что вы думаете о нынешней политике? И вообще думаете ли вы о политике сейчас? Вот вы сейчас бы пошли в Джугур-Кукинеш, сработались бы с нынешним СССР. Я вот читаю, когда или по телеку показывают там все это дело, удивляешься, как вот люди работают там, работают там, так разворовывает наше государство. Страшно разворовывает, понимаете, какое это дело. Но это же народные же деньги, да? Они страшно разворовывают. Ну как там, я не знаю, я знал, что когда я был депутатом, они тоже были депутаты, вроде были нормальные. Потом они стали выше, 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 и потом узнаю, что они в бегах находятся, и что они разворовали очень большие деньги, там все это дело. Ну, для меня это не очень понятно, но все эти деньги не заберешь с собой, правда, да? Ну, я понимаю, там дети есть, там, но когда у них там в одной семье по несколько машин, несколько собняков, туда-сюда, там, ну это бесконтрольное воровство. Вот это, думаешь, это ужасно. Это ужасно. А как может тогда наше государство выживать? Как может? Я не знаю, вот сейчас пришел новый президент наш, президент, он как-то начинает как-то там ворошить это все, это дело, и какие-то уголовные дела. Но это очень сложно, потому что это как цепная реакция. Один схватает за другой, другой за третий, пошло и поехало. Предскажите, такой вопрос. Вот вы были в Верховном Совете СССР, но ведь потом в 2007-м вы баллотировались и прошли в составе партии Ахджол, Джигурху Кенеш. Вы не жалеете о том, что тогда вы были в парламенте, именно в составе этой партии? Да нет, я просто начал изучать изнутри, что представляет наше государство. Мое выступление на сессии Джигурху Кенеша всегда вызывало какое-то противоречие среди моих коллег. Но это меня не трогало совершенно абсолютно, потому что я всегда знал, что у меня есть своя профессия. Профессия. И я свою профессию не бросал. Я работал и оперировал, и был на заседаниях, так что, ну, что ж. Мы помним, как вы крепко выступали. Кстати, во время операции, в операционной, вы часто кричите на ассистентов? Ну да, если он какие-то делает ошибки, естественно, конечно, он получает по заслугам это дело народным языком. Я часто употребляю народную речь, народную. Вы сказали скальпель, а он вам тампон подал. Народную речь это как? Ну, народная такая, понимаете? Пример можете привести? Ну, на телевидении как-то сложно, очень трудно. Ну, вспоминаю мать, значит, КПСС вместе с Больберотом. Вот и так. Ну, в общем, такая доступная речь народная бывает, знаете? У вас есть друзья? Друзья у меня? Да, есть у меня друзья. Ну, минимальное количество. Минимум такой. Есть, да. Одиночество не чувствуете? Ну, я постоянно живу в больнице. Среди больных постоянно же. Круглые сутки. Сложно соскучиться. Сложно соскучиться. Да, круглые сутки я в больнице. Среди больных же я все время. Не надоедает? Вообще нет? Нет, наоборот. То есть вот люди все время со своими проблемами, жалобами здесь болеют? Наоборот, мне интересно. Наоборот, мне интересно. Ну, у вас, наверное, есть отпуска, и вы, наверное, хотите съездить куда-нибудь за рубеж, какой-нибудь курорт, в Европу, там, на какой-нибудь остров. Теперь мне знаю ответ. Нет. Нет, ну, вы 12 месяцев в году, 24 часа в сутки. Ну, неужели ни разу не отдыхали? Там нет желания выехать куда-нибудь. Такой вопрос был, значит. Значит. Я работаю в этой больнице, в Чуйской областной больнице, 27 лет. 27 лет. За 27 лет я ни разу не был в отпуске. Я сейчас посчитаю. 27 лет, ну, будем, грубо говорить, 24. Вам 2 года можно взять отпуск. Можно же взять компенсацию и съездить на Фареры, на Сейшелы, или, ну, на Абонталью отдохнуть. Я вам скажу, у меня есть друг, который вот подарил мне машину с братом вместе. Они живут в Австрии. В Австрии. Ну, вот он приглашал меня как-то в Австрию. Но вначале был у меня интерес поехать в Австрию. Ну, я собрался, поехал. Приехал туда. Ну, а что там смотреть-то? Говорит, ну, пойдем. Куда? Я говорю, я не знаю, куда. Я говорю, куда хочешь. Ну, пойдем на аттракцион. Аттракцион такой. Как у нас есть аттракцион. Мы поехали там. Ну, какие-то такие аттракционы. Ну, как и здесь-то. Ну, дальше что? Ну, город пойдем. Ну, пошли в город смотреть. Ну, это такое здание, такое здание. Ну, и все. А куда еще? Ну, в зоопарк пошли. Ну, пошли в зоопарк. А больше некуда. А что смотреть-то? Ну, такие же дома. Вот вы в месяц получаете 25 тысяч сомов. У вас зарплата. Ну, примерно. Да. Питаетесь вы там в больнице. Да. Живете вы в больнице. То есть вы там коммунальные услуги не надо вам платить. Там на еду не надо. На что вы тратите эти 25 тысяч в месяц? У меня выпытывает. Ну, просто интересно. У меня есть коллеги, которые нуждаются в материальной поддержке. Я и распределяю таким образом. В общем, вы меня полностью зарушили. Вы святой человек. Совершенно. Уже нечего даже. Я не знаю. Не осталось каверзных вопросов. У кого-то семья большая. У кого-то там дети больные. У кого-то там еще что-то. Ну, в общем, так, чтобы как-то было как-то бы... Вот так равномерно распределить все это дело. Потом надо что-то там приобрести в отделение, допустим. Вот. Ну, в общем, лишь бы были деньги. А куда их девать сюда? Да, можно найти. А вас звали за рубеж в какие-нибудь зарубежные клиники? Не приглашали? Нет, 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 нет. А что там делать за рубежом? Зарплата. А? Зарплата. Ну, во-первых, за рубежом. Это надо знать в совершенстве язык. Так ли так? Так? В совершенстве. Ну, язык можно выучить, в принципе. Главное, чтобы специалисты... Латынь-то вы знаете. Да, в Германии очень хорошо приспособились китайские врачи. Не знаю немецкого, они хорошо там оперируют. Ну, я не знаю. Ну, у меня такого желания-то когда не было, там. Я всегда с таким лозунгом, что всех денег не заберешь. Абсолютно. А мне-то не надо денег. У меня что, интересно? Ну, если была бы у меня семья такая, вот, там, дети, там, внуки и так далее, а как-то все, да? А мне зачем одному деньги-то нужны-то? Да, и живете вы тем более в больнице, да? В больнице я живу, в больнице я питаюсь, вот. Чем вас кормят? А? Чем вас кормят? Меня кормят то, что больных кормят, и меня тоже этим кормят. И как? В больнице больных чем кормят. Не, ну и как, нормальная еда? А? Нормальная еда? Усно. Ну, нормально, там, нормально, да. Да, каши всякие разные, супы, там, все, это нормально, да? Тараканы есть в отделении у вас? Да, бывает, да, бывает, да, бывает. Это просто антисанитария, естественно, конечно, что сделаешь. Потому что у нас есть столовая, столовая, хорошая столовая, там, должны больные кушать в столовой. Как ни говори с больным, как ни беседы, сидит у себя в палате и начинает кушать в палате. Крошки падают, крошки, там, все, что угодно. И вот они разводы, им объясняют, что нельзя, есть, это, столовая, очень хорошая столовая, чистая. Вот, пожалуйста, сидите там, возьмите свои продукты питания и там кушайте, все это дело. Ну. А мне еще вот какой вопрос интересует. У вас в больнице есть VIP-клиенты? Как? VIP-клиенты. Ну, такие особые пациенты, которых вот, там, политики, я не знаю, бизнесмены, высокопоставленные. Дети депутатов. Дети депутатов, да, которые приходят вот с такими пальцами и говорят, давайте, лечите меня. Нет, у нас таких нет, потому что есть спецбольница, спецбольница, это вот на Киевской, да, на Киевской. Там у них свои условия там. Ну, мы же знаем, что очень многие пациенты хотят попасть именно к Акрамову. Бывали такие, кто отказывался от спецбольницы и приезжал к вам? Ну, были такие, да, были такие больные, да, были, были. А сами вы у кого лечитесь? То есть, в любом же случае какие-то есть проблемы со здоровьем? То есть, вы к какому доктору идете? У нас есть свои докторы, своим врачам. К своим? К своим, да, своим. Нет, допустим, надо показать глаза, да, или... У нас есть окулисты хорошие, прекрасные окулисты. Только у своих, да, лечитесь? Да, у своих окулистов. А вот когда они вас смотрят, вы же в медицине профи, и вот вам кажется, что что-то не то ваш доктор, как-то не так вас лечит. Вы вмешиваетесь в процесс? Да нет, я задаю вопрос. Как вы думаете, вы ужасный пациент? Да нет, я очень погладистый. Я верю в то, что они говорят, а потом свои коррективы ношу. Свои коррективы ношу. Вы все-таки что думаете по поводу частной медицины? Ведь ее сейчас у нас в Кыргызстане очень хвалят, частную медицину. Да, это дорого, но там есть надежда, что вылечат. Есть там крупные медцентры, оснащенные, хорошо. Была же даже инициатива перевести все в частные руки отдать, всю медицину вообще. Раз уж государство не получается. Нет, я хочу сказать насчет, я выступал неоднократно, я, естественно, конечно, против вот такой частной медицины, в смысле вот такого профиля, хирургического профиля, понимаете? По хирургическому профилю. Ну, частного, может быть, диагностического характера, консультативного диагностического характера. А вот то, что касается, допустим, вот оперативной вмешательства, там же школы-то нет никакой, понимаете? Школы нет. Вот, допустим, вот у меня работает, под моим ведомством работает 15 врачей-хирургов, 15 врачей-хирургов. Они постепенно идут шаг за шагом, воспитываются, понимаете? А в частной, там работает один-два человека, и все, и больше ничего. А кто будет их учить? Я вот точно знаю, что ваши ученики практикуют в частных клиниках, то есть они работают и в государственной, и подрабатывают, делают операции в частных клиниках. Это я не знаю. Раскрыла схему. Ай-яй-яй. Кому-то попадет. Это я не знаю, это, видно, за моей спиной так делают, наверное. Те, кто не находят лечения или способы лечения в государственной медицине, традиционной медицине, ну, идут в частные клиники, там есть и оборудование новейшее, и вроде как специалисты хорошие. Нет, оборудование это все второстепенное оборудование. Вот я слышу, так говоря, что, вот так будем говорить открыто, что вот, допустим, убрать желчный пузырь, допустим, да, убрать желчный пузырь, в частных клиниках стоит, 35 тысяч, 40 тысяч сомов, да, да, да. За 25 можно. Аппендицит стоит 25 тысяч, там 30 тысяч. Государственных учреждений, вот у нас, например, у нас, мы совершенно абсолютно делаем операции бесплатно, бесплатно. Если какие-то лекарства нужны, допустим, мы говорим, что вам необходимо вот такой-то препарат, но у нас пока таких препаратов нет. Если хотите, вы можете сами приобрести, пожалуйста, делайте все. Но это не значит, что больные там умирают, у нас есть осложнение. Нет, совершенно абсолютно. Те препараты, которые государство нам выделяет, достаточно для того, чтобы они полностью выздоровели за какой-то определенный срок времени. — Говорит ли о том, что коммерческая медицина, допустим, в случае с хирургией, да, то есть это же бизнес, как вы считаете, да, врачи просто надо, не надо делать операцию, в любом случае назначают оперативное вмешательство, да? — Сколько угодно, да. И к нам поступают такие больные, которые совершенно абсолютно не надо было делать. — Вырезать что-то, да? — Да, да, убирать, понимаете, какое-то дело. Совершенно абсолютно не надо было делать. А потом болезнь, это выходит наружу, все это дело, потом поступает к нам, а там уже отдали 35-40 тысяч самов, понимаете? — И отрезали то, что отрезать не нужно было. — А? — И отрезали то, что отрезать не нужно было. — Абсолютно, да, да, да. Это получается, ухо болит, ухо болит, а ногу режут. — А к прогрессу в медицине вы как относитесь? Вы новые методы какие-то перенимаете, учитесь? Или вот тот багаж знаний, который вам дал Советский Союз, вы пользуетесь им? — Очень хороший вопрос, очень хороший. В народе бытует такое мнение, что вот медицина прогрессирует, медицина такая, медицина такая, медицина такая. Я вам скажу, открыто из своего опыта жизни ничего не изменилось. — Абсолютно ничего не изменилось. Абсолютно ничего не изменилось. То, что было 40 лет там назад, то, что было 50 лет там назад, то, что было 60 лет там назад. — А зубы? Зубы стали лучше делать, говорят. Другие пломбы, другие. — Матация органов там развивается, что ли? — Не-не-не. Это пересадка органов еще в 30-е годах делали все это самое. Вот возьмем пересадку органов и тканей. Хорошо, вот у нас, допустим, не делал. Почему не делается? А где взять донора? — Ну, это большой-большой-большой вопрос. — Донора где брать-то? — То есть пересадка не проблема? — Сейчас. Сейчас я скажу. Значит, как-то в газете было сообщение о том, что у нас собирается заниматься частной клиникой пересадки органов. Я тогда дал интервью и сказал, что это преступление, почему потом начнут пропадать дети, люди зрелого возраста, вообще подростки, сколько угодно, и будут заниматься пересадками органов и тканей. Этого делать нельзя. Звонит мне министр здравоохранения, который был, Батаралиев, и говорит, как это так, вы это самое. Я говорю, я высказал свое мнение, свое мнение. И больше ничего, я говорю. Я лично категорически против, чтобы были частные клиники по пересадке органов и тканей. Это будут такие учреждения, зашел в одну калетку, и больше ты оттуда не выйдешь. И все, и закончилось все. И он пропал, и бесследно. А органы есть, органы могут пересадить, продать, все что угодно. Этого делать нельзя. И тогда у меня с ним был такой очень серьезный разговор. Я говорю, я считаю, что это преступное деяние, преступное деяние. Этого делать нельзя. Вот. Нельзя делать. Вот у нас, допустим, в Киргизии возьмем, так? В Киргизии возьмем. Где взять донора? Донора где взять? Родственник. А? Родственник, может быть, брат, сестра. Я видела объявление, некоторые люди свои почки продают. Продам почку, так и пишут. Люди, которые взяли ипотеку у государства. По самм родам почку. Нет, это же ненравственно. Это никто не позволит. Этого делать нельзя. Понимаете? Вот суть в этом-то. Донор. Вся проблема это в донорстве. Нет донора. Раз нет донора, значит, откуда? А пересадить почку, допустим, я пересаживал почки на эксперименте, там, у собак пересаживал. Это было в 64-65-е годы. И все было нормально совершенно. Там ничего сложного совершенно нет. Абсолютно ничего не есть. А с чем еще экспериментировали? С чем еще экспериментировали? Ну, у меня диссертация была по пересадке органов и тканей. Как раз я... У меня кандидатская диссертация была пересадка была сосудов. Сосудов. Пересадка. Значит, от одного животного другого он пересаживал со скрудок. А орту, крупные сосуды, пересаживал и смотрел, как проживаются эти сосуды. А на людях? А? На людях не делали? На людях у меня были, да. Успешно? Да, да, успешно, да. Это же не эксперименты, не опыты на людях, нет? Нет, были случайные такие, когда надо было пересадить сосуд. Экстренно решать, да? Да, да, экстренно. Я брал этот самый вену, вену брал и замещал артерию веной. А вот самая сложная операция, самая долгая, может быть, или самая такая неординарная? Можете какой-нибудь случай рассказать? Ну, самая долгая операция у меня была 11 или 12 часов. Или 13 часов было, значит. Это было... Мальчик поступает такой, значит, ему было лет, наверное, 12. Или 10 лет. Оперили его в детской хирургии по поводу аппендицита. И образовались свищи. Его неоднократно оперировали. И вот, оперили его неоднократно. А у него свищи продолжались, прокишечные свищи, все это дело. Это дырки в кишечнике? Да, дырки в кишечнике, да. Потом, когда к нам его привезли, уже оттуда забрали, и к нам привезли. Ну, и на руках он уже истощенный был там все. Вообще, его подготовили. Потом я его оперировал. Там пришлось убрать кишечник. В общем, там много было. И вот тогда эта самая долгая операция была 12 часов. Или 13 часов. И он выздоровел, естественно, конечно. После этого он женился, дети наделал. Там все это дело. Со своими бывшими пациентами вы встречаетесь, бывает, сейчас? Ну, иногда, да. Бывает, да. Случайные встречи бывают. А я забываю уже. Как это? Я видела благодарные пациента. Вам даже подарили такую статуэтку, не статуэтку, золотые руки, да? Вот что-то. Да, да, да. Это я работал в неотложной хирургии. А у нас была врач-лаборантка одна, женщина. А у сына открылось такое кровотечение было страшное, желудочное кровотечение. Вот. Его привезли к нам. И я как раз оперировал его. У него была язва такая ужасная. И вот. И почти он был в вагональном состоянии, значит. Но он поправился. И вот, говорит, золотые руки. Отлившица. Я помню фамилию. Лившица. Да. Вот такое дело. Да таких было у меня массы. Десятки. А может быть даже и сотни больных. Вот, кстати, пользуясь случаем, наш гример на канале Мэри. Она тоже ваша бывшая пациентка. И она вот сокрушалась, что не может вам лично сказать спасибо. У нее трое маленьких детей. Трое детей. Один совсем маленький еще. И она рассказывала, что именно благодаря вам получилось так, что она смогла иметь детей. Да. Вы делали операцию. И она вам передавала большое спасибо. Вот. Еще один у меня вопрос к вам маленький. Ну, я понимаю, что уже долго мы сидим, но все же. Интересно. Я, да, я в интернете часто наталкиваюсь на статьи, в которых вы якобы рекламируете какое-то средство от суставов. И там заголовки такие, Акрамов знает, что нужно сделать с больными суставами. Я впервые услышал это дело, когда мне сказали, я говорю, я-то никакого отношения к массам-то не имею. Я что, этими препаратами я что, занимаюсь, что ли, интересно? Это же не хирургия это. Потом смотри, еще наплыв, наплыв, наплыв идет там реклама. Потом показали мне по телефону, там, на телефон я сижу, там, портрет этого Атамбаева, и я тоже рекламирую там. Боже мой, это что за аферизм, что за журничество, никакого понятия даже не имею. Что это такое? Ну, я-то мази никакого отношения не имею. Ну, какое отношение я имею к мази? Мази там какие-то суставы, что это? Ну, это вообще-то, это ужас, как это называется, это шарлотанство какое-то, я не знаю, кто-то пользуется моим именем, там, все это дело-то. А вы верите в Бога? Как есть такое выражение, говорит, на Бога надейся, сам не плашай, да? Ну, я атеист, атеист, я атеист. Я считаю, что везде должен быть разум, разумность должна быть, понимаете, какое-то дело, и не поддаваться всяким таким религиозным направлениям. Вот как сейчас такое течение, когда вахибизм, там, это еще дураконизм так называемый, еще что-то там, я не знаю, вот платки одевает, это самое, бороду отпускает там, но это что, это же неляшество. Это абсолютно, это как-то меня коробит всегда. Лень же говорил, что религия – это опиум народа. Ну, так оно и есть, это гениальное выражение, между прочим, гениальное выражение, гениальное выражение. Так что это обман, это все, что угодно, угодничество, это еще стремление к власти, и все, что угодно, весь негатив, который есть, вот и все. Скажите, а о чем вы больше всего жалеете? Что-то вы хотели бы изменить, если бы была такая возможность? Да нет, это все проходит же, все это прошло, поэтому уже то, что прошло, как изменить? Обратно, обратно вот нет движения, понимаете, поэтому то, что оно ушло, ушло, все. Ну, вот смотрите, у вас вещизма нет, да, то есть стремления что-то приобрести нет, стремления к высокой зарплате нет, удовольствия в деньгах вы не находите. Сто процентный аскет. Да, от семьи тоже нет. Вот от чего вы получаете удовольствие? К чему вы стремитесь? От чего я получаю удовольствие? Вот я сделал, допустим, какую-то операцию такую, ну, будем говорить, ну, неординарной такой операции. И я вижу, что больной выздоравливает и выздоравливает, и поправился, и я получаю от этого удовольствия. А я вот сейчас подумала о том, что вы зря не верите в Бога, потому что вот с вашей биографией вам точно сразу вот так вот отдельный коридор. Спасибо большое, что пришли к нам на эфир поговорить. Нет, я все-таки задам последний вопрос. Да, у вас есть мечта? Мечта? Да. Есть такое выражение, говорит, мечты, мечты, где ваши сладости? Нет мечты. Нет. И без мечты живется хорошо? Да. Да? Да. Мечта. День прожил-то хорошо. Идеальный человек. Вы очень уникальный человек. Спасибо большое, что вы делили нам это время. Это была программа Нить Накала. Спасибо, что были с нами. Мы будем звать еще и еще больше интересных гостей. Так много нового на самом деле оба судьбе. Да. Да, хотя мы прочитали столько всего. Да. Это было здорово. Спасибо большое. Спасибо.